доброе утро круассаны с шоколадом сегодня такое утро сегодня у нас круассаны не не без начинки что лет не марлиновские а круассаны а мы купили другие круассаны до ля рейн французские но они гораздо вкуснее мне не больше нравится чем у них начинка по лучшему шоколад может быть может быть всегда какой-то этот типа пасты до кого-то а тут типа шоколад шоколад ладно приятного аппетита всем привет мы сегодня получили ну вернее мы вчера поздно ночью получили фотографии с наш фотосессии которую мы заказывали у фотографа ездили помните фотографировались ну как я и ожидала в общем эти фотографии получились темные и они мне не очень понравились такое бывает вот и мы приняли сейчас коля решение что у нас хорошая камера у нас есть штатив почему бы вы сами себе не мог не могли бы устроить фотосессию поэтому сейчас собрались я немножко сей кудри накрутила вот чуть-чуть взяли нашу донечку и сейчас решили поехать на природу варюшу возьмем и пофоткаемся сами я тут немножко макияжик навела вот так что сделаем все как мы хотим если у нас конечно получится ну хотя бы яркие фотографии будет я ставлю несколько фотографий и принципе можете посмотреть что там было и что получилось у нас так что мы поехали мы приехали на залив мы здесь 200 лет не были слушать точно точно варюшка у нас бегает довольная повсюду а мы знаете запарковали на том месте где мы с папой всегда приезжали отдыхали вот здесь это была наша такая полянка мы здесь вот папа здесь ставил машину здесь у нас столик был костерчик и мы вот здесь вот сидели мы всегда приезжали сюда с родителями это было просто наше место и так символично а сейчас здесь вот будем фотографироваться и потом хотим сходить к воде вот это же красиво вот так что устанавливаем все так мы уже отфотали часть фотографий части ракурсов часть платьев и куда мне больше нравится на нашу камеру фотографии сочные насыщены там же есть ниже ярус мы сейчас ниже ярус просто спустимся и все будет хорошо чтобы заметили что камера так высоко стоит найти мне так чтоб я спустилась тут плавные спуски будут может сейчас посмотрим давай ручку ну там как раз нижний ярус мы сидели осенью ну в конце прошлого лета пили чай когда у нас было холодно мы были в шарту обычно три дня в шортах остальное в пуханье водить как обычно какая-то глинистая вот там подальше красивая как люди носят стабилизатор то есть штатив несколько он весит у нас около килограмм килограмм 700 где то грамм ну здесь есть место и он там не заметил что я хожу как пингвинчик пингвинчик вот так как у . знаете давайте уйти давай мы туда дойдем посмотрим еще чуть подальше вид там и сверху необычный да с нами идею не просили она тоже походу папочку свой ой пиво пили опять на мусори так же как жить да да вот тут а здесь тоже пойдем туда дальше дальше уже не будет хороших мест обустроимся парюшка иди сюда вот идет камни алину поставлю и буду фотографировать кстати смотрите какой тысячелистник розовый вот такие встречали из белый а есть розовый еще желтенький по моему встречал все короче обустраиваемся вот тут вот тут ну что все мы отфотались у воды я очень рада я больше не хочу никого брать вот я говорю где мы справимся надо самим справляться да потому что мне как-то не понравилось на свадьбе таня вам все огромное спасибо хорошо все пофотова у нас такие фотографии красивые немножко я запыхалась сижу воды попила сейчас буду переодеваться одену футболку удобную ой и это и поедем на кушать потому что уже кушать охота да еще все так хорошо его продут ножку она сюда кладет всегда сейчас я вам покажу вот сюда она кладет ножку справа и видимо ей так удобно лямка моя постоянно вылазит ладно в общем сейчас поедем наверно куда-то кушать я не знаю что сурюшу делать варюшу попоели она сейчас будет продохнуть сейчас подумаем если все нормально может покушаем или бы ее домой заведем либо сами поедем посмотрим у меня все меняется каждые там десять минут пять минут три две сейчас хорошо буду мрачу не хочу хочу домой лежать и так далее делали но все-таки срок то уже все животик у меня кстати опустился мы ближайшие дни не ожидаем тренировочных я вся на готове поэтому 37 где-то мне недель 38 ну то есть я уже вполне жду и мне кажется у меня дочь уже вся готова чтобы рождаться я не знаю почему то я это чувствую ножки такие у нас уже большие тукаем во всю мне кажется она вполне может уже вылезти и все вот я тут все уже хватит скажет давайте мне показывайте свет так белый все ладно переодеваюсь и погнали нет мне в нем не очень удобно смотрите где мы были в общем это молодежный в иркутске у нас здесь всякие домики вот по правой стороне особенно красивые здесь много домов крышка сидит умница и она сейчас вот тут ездит да под лакой да ну такие красивые коты и джеки тут все проезжаешь тут все в территорию горе своя тем ягодки тут и картошку посадился в преддомовой территории а чё говорит вместо будет пустовать садить картошку смотри может участки-то они небольшие участки а знаешь какие недорогие тут это-то я знаю очень дорого спрашивать не будет несколько миллионов ага 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 ой что-то решила из металла что пришел открыть это обычный металл а мы стоим ага красиво маленький домик подесторожка вон видите КПП целое устроили ну да Варя красота все в зелени ооо какой доминка красивый коричневый и белый дуб да тотабань сотку сор продается 330 квадратов нам и не снилось с тобой 330 квадратов 330 миллионов мы на тридцати скольки шести живем или тридцати четырех живем в квадратах а тут 330 мы живем на меньше квадратов потому что у нас в мебели все заставлено ну да что-то в магазинчик пошел здесь тоже домик какой-то высокий красота короче мы приехали варю варюшку оставляем в машине не очки наверное не надо я думаю они меню принесут мы решили приехать в кафе соседи вот в это здесь тенечек такой хороший у них тоже здесь столики на расстоянии стоят что мы здесь будем все заказали мы еду слушайте меня прям потряхивает вообще я прям так есть хочу я заметила что на последнем месяце меня сильно потряхивает когда я хочу есть и у меня прямо начинается трясучка у меня прямо руки знаете такое вот что есть и пить потому что сегодня тепло пить очень легко это вот так сели столик за такой же столик сели варюша принесли она там не сидит газированных вообще нету напиток ни одного а как так что лимонад это беру ничего газированного нету а я так хочу все вот знаете наоборот нельзя а мне охота но у нас есть минералка с собой прохладная в машине сейчас поля принесет мне минералку я попью все лимонады видите берут тоже литр лимонада стоит здесь 350 рублей я не хочу все мы приехали покушать я уже снимала хо-хо-хо-хо-хо ладно я руки мыла ходила нам принесли уже заказик салатик витаминный красивый вкусный там какие-то ягодки еще то ли гусеника то ли смородина здесь у нас картофель по-соседски вкуснявый дольками с кепачем сейчас будем кушать да и готова кушать да приятного нам аппетита давай поедим нам тут лапшу принесли у меня лапша будет с курочкой и грибами а у Коли с говятиной и овощами все кушаем вот уж тоже немножко перепадает красиво да? а вот и наш чебуречек вкусный чебуречек мммм варежка хочет чебуречек? я хочу все дайте мне все я готова на все ради всего ну что дальше у нас ответственная миссия какая? надо купить ну и что веселое четыре колеса да мы решили сегодня купить коляску наконец-то уже пора ребенку купить автомобиль обзавестись обзавестись да мы все как-то откладывали потому что убирались дома там и у нас то времени не было настроение не было ехать в магазин выбирать а тут все таки уже время подходит и надо надо купить чтобы она стояла ждала и в общем мы решили сейчас поехать купить я надеюсь она там не с витрины да? куда будет нет можно купить можно купить по-хорошему конечно надо было нам позвонить туда или посмотреть на сайте хотя бы наличие я надеюсь что она будет так что мы решили взять ту коляску которую мы просмотрели три в одном вот и сейчас покажем да по расцветкам там вот Коля у нас тут выбрал собственно так мы в общем решили предоставить окончательный выбор под суд все таки говорит это транспорт и не мешайте бабке выбирать вот так что ладно будущее в общем говорит будет дочь моя кататься в эко-коже ладно я не против все равно я думаю только об этой коляске хожу были бы другие расцветки я бы думала о других каких-нибудь но у нас как бы особо выбора тут нет так что все не запнись не запнусь а перчатка оказалась всего у меня с собой ну и ладно мы пошли короче магаз залетать черегеру вот она наша колясочка ждет нас мы еще заодно термометр для воды там взяли сразу пока не забыли она очень такая маневренная и мне нравится что она небольшая как раз для нашей перехожки потому что у нас очень мало места вы знаете и она у нас как раз ну то есть больше явно не вариант вообще брать она и легкая и компактная и поворотливая вот мы думали они все поворотливые но нет вот если взять другие есть и не поворотливые коляски вот с такой рамой они гораздо поворотливее допустим нежели чем сейчас покажу вам такая такая треугольника вот типа как такая да допустим да вот длиннейшие между вот такая рама она не дает настолько быть маневренной коляске она вот как-то тормозит процесс все равно а у той ну как-то одной рукой вот я спокойно ее веду и по расцветке проблема с расцветками вот если посмотреть во-первых они как бы сейчас все темные идут во-вторых если она бежевая или вот ну вот серая допустим да то рама не та ну и как-то я не знаю да и тяжелее они вот эти коляски та коляска легкая и мне с ней проще я уже все водила пробовала ну нет все таки вот все таки вот та она все таки это мне поддается сразу да вот это я одной рукой могу ее спокойно вести вот у нее автолюлька и прогулочный блок это что тоже плюс нет это не плюс оптима это оптима ну она ткань видите а мы берем кожу здесь поля у нас решил что у нас будет кожа легко моется легко убирается легко ну и говорит если вдруг не дай бог дождь попадем что это точно будет что да не промокнет ткань все равно вот вот все равно ткань есть вот это вообще все пропустит ну хотя вроде говорят тут обработка ну говорят что вода не проник что там непроницаемое непроницаемое ну она конечно сверху отгонит но если под хороший ливень ты попадешь внепланово в парке то хана будет я знаю что есть накрывные такие штуки ну а если да но если в бок пойдет дождь все равно все мы выбрали сейчас нам принесут на кассу она будет запакованная да и все будем оплачивать и наш термометр тоже мама ну главное ванночку еще не купили зато термометр уже выбрали да это как обычно Коля смотрит уже в машину на подвозку на выбор угу и все это это где до 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 Субтитры создавал DimaTorzok